добрый день да вот послушав коллегу жалко он убежал я хотел вам предложить полуарах дискуссию на планшетах ударопрочных ну да общаемся я думаю что поболтать с человеком другим другого мнения кардинально будет очень интересно может и без планшетов обойдется ну поехали ботинок снимать не буду стучать не буду после выступления коллеги немножко не боюсь показаться капитаном очевидность но участия того что вы сейчас услышите наверное в принципе так знаете начнем вот такого простого что такое redsoft довольно обширный пакет собственных собственного программного обеспечения ну и к нему вот недавно недавно добавился и родился из чего же все ну почему вот у меня такая тема возникла после того как мы вошли в реестр отечественного по появилось некоторое количество у нас замечательных людей которые начали высказываться причем а систему то они не видели то есть появилась новость же система появилась а в реестре российского по и понеслась отдельные люди подскакивали со своих элементов мягкой мебели и начали кричать высказываться и так далее ну и в том числе некоторые поклонники наших коллег поэтому я решил немножко ясность в этот вопрос внести и так поехали давайте все таки опять же мой коллега всего на что почему не android почему не а вот а а я вот буду говорить а почему именно у вас противоборство сил лагерь извините и так поехали значит что такое представляет android open-source project что это такое это все-таки не совсем android надеюсь что все-таки окажись капитаном очевидность говорят и так ну понятно гидро линук модификация не только гугла прошу заметить да но и других разработчиков системные сервисы библиотеки фреймворки вот это вот вся вот этот вот слоеный пирог который в принципе наверное видели и но не все да но большинство из этого по лицензии apache 20 поэтому представление компании о компании google и как францию шансунге твоя душа теперь моя не совсем верно может быть где-то она вот и так но не в нашем случае не с точки зрения вот использования именно аост его исходных кодов ну и что такое android собственно это вот на которой накатили дополнительные сервисы на называемые google сервисы которые вам наверно хорошо известно всем чтобы эти сервисы на устройство поставить нужно пройти сертификацию вот а какая раз продать душу google и так далее значит еще немного дам об основе которую мы выбрали нас 2008 по 12 год выпущено там четыре версии вот и причем я например когда помню вот пользоваться в двенадцатом году там четвертым андроидом чувствовал себя вполне комфортно было много приложений довольно пользоваться удобно было вполне не испытал никакого дискомфорта что называется ну и двадцать четвертом году собственно google и компания развивали эту систему она стала лидером довольно быстро да ну я думаю никто не будет спорить что мобильном рынке мировом android это лидер до адепт аос на могут поспорить но там другой другой момент глупо не использовать вот эти наработки особенно когда есть кроме самого гугла есть еще некоторое количество немало энтузиастов делающих что-то свое и у которых тоже можно этот опыт подчеркнуть в том числе и в безопасности поэтому почему бы не воспользоваться ну и сама собственно система о которой мы сегодня о которой я который я хотел рассказать вот опять же очень часто это что будет если google закроет а что если отключить ну ради бога исходники то у нас уже есть но их собственную в себе положили мы их используем их правим а на основе их что-то выпускаем не значит что мы каждый раз тут google качаем компилируем гривого это радусом ну не так совершенно значит мы взяли вот этот ну про то что нашу идеологию чуть позже поговорим но если коротко взяли а вот допилили что-то свое добавили где-то убавили и вот у нас раду сам и получилось ну вот вкратце до ядра linux те же модификация вот плюс некоторые наши модификации ну понятно что я если требуется под какие-то задачи добавляем библиотеки обновляем чего-то правим и так далее свою систему обновления сделали она не гугловская или какая-то там вот с какого из каких-то левых серверов данном случае это все свое встроенные приложения тоже собственно потихонечку мы их делаем и внедряем уже некоторый набор есть но этот процесс продолжается рустар тут про пуши тоже дискуссия завязалась рустары push это тоже так сказать отдельная тема ну и значит естественно приложение рустара самого плюс наш собственный репозиторий который не не андроидовских приложений а наших ридосовских как это устроено тоже вам чуть попозже расскажу настольный режим ну тоже про него чуть позже ну вот про приложение кратко до звонки контакт сообщения почта камера всякие вот такие вот да там взялись заменили собственно не было каких-то отсылок на внешние сервисы чтобы было исключительно в общем-то наши что касается экосистемы грех не воспользоваться существующей причем не иностранный то есть вк тот же сбер яндекс ну вы прекрасно сами прекрасно знаете что да у крупных игроков на у них достаточная экосистема для андроида подобных систем до операционных систем в том числе и офисные пакеты и почта там и хранилки там то что угодно ставь и пользуйся но мы это еще немножко совместили со своим настольным режимом вот их сервисы тоже можно будет немножко на этом остановиться вот то самое обновление по воздуху собственно приложение плюс сервис естественно внутри системы которые отслеживает с нашего сервера обновления обновления у нас эти собираются вместе с системой то есть когда происходит сборка исходных кодов делается несколько пакетов сам установочный пакет и 1 и под это обновление который соответственно уже помещается на сервер обновления и вот этот обновлятор радостно принимает спрашивает пользователя а не хотите ли новую версию пользователь радостно хохоча нажимает да и получать последнюю версию так ну вот про настольный режим немножко да что такое настольный режим ну кто у нас побывал сегодня да вот на нашем стенде мог его пощупать это redos а как который уже давно существует гораздо дольше чем redos m это настольная собственно система она работает на том же ядре собственно на котором и я мобильная запускается дело переключение буквально там за секунды вот собственно после докладов можете подойти пощелкать ну и соответственно вот эту презентацию кстати в общем то я правил вот тут сегодня утром совершенно свободно в этом самом настольном режиме клавиатура мышка планшетик за стол сел и делал правильно подошел человек сказал ничего у вас плану как зачем вам этот настольный тормозит там больную серьезнее блокнота не запустите после чего встал я и сказал вот смотрите презентажку делал только что на нем так что вполне себе ну и ездим командировках коллегам даже ради интереса фотку присылал лежа на полке в поезде с этим планшетом отменил там какой-то свой сервер который мне надо было там залезть куда-то быстренько открыл ссаж допустил все полетели прямо с поезда ну и соответственно вот как и на ноутбуке ну и те самые наши приложения которых я говорил работают вот в этой вот вот в этом вот настольном режиме целый репозиторий а он по на наполнению близок к обычной redos настольный до x86 это то у нас арм архитектура большинстве случаев если вот не не во всех да соответственно тут пакеты армаски ну и все отличие пожалуйста там либо лодж какой-нибудь там крита еще чего-нибудь там не знаю внц клиенты какие-нибудь так далее и тому подобное что угодно куча приложений по количеству также примерно также как у обычный настольный redos ну и соответственно что у нас получается у нас android приложения совершенно свободно работают и в то же время работают и настольные пожалуйста пользуюсь и не хочу ну и вот если так совсем общие грубо да с чего же складывается у нас безопасность оси опыт и компетенция разработчика ну или разработчиков на некое сообщество вокруг этих разработчиков может быть даже часть этого сообщества да как-то помогает разработке поддержка системы опыт всего этого дела поддержка со стороны производителей железа то есть те же бсп про которым дискуссия уже разворачивалась да и не только на какие-то ну там документация еще что-то кстати вот что касается железа вот российские производители в этом смысле удобнее немножко то есть там бсп более открытый меньше вот этих вот бинарников они там как-то вроде заботятся об этом ну если конечно речь идет о каких-то графических чипов то понятно там есть трудности но тем не менее собственно что получается чтобы система получилась безопасная она должна существовать довольно долгое время и подвергаться атакам чтобы становиться более прочим и в этом смысле если мы берем вот такие вот по меркам эти отрасли вот такие вот дети встаем и говорим сейчас мы сделаем свое с приложениями безопасностью а не стоит ли вот встать такие на плечи гигантов и воспользоваться вот тем опытом который уже существует к научиться на ошибках тех кто уже прошел довольно серьезный путь и причем весь этот путь свой и все свои результаты вываливает и показывает чтобы не воспользоваться да почему бы нет этой подход к разработке то есть часто слышу такой нюанс на такой довод что ой а олос это стоим 500 миллиардов строк кода как же в них разобраться ну в том что и дело что это не черный ящик вот а вот да дерево исходника полоск это не черный ящик это структурированная система которую можно вот как слона съедать по кусочкам ну и соответственно безопасно ли основа а вот если мы берем и собираем ее просто в тупую накидываем на смартфон к нему конечно будут вопросы безусловно но если мы рассматриваем с точки зрения разработчика то есть у нас есть полный код нас есть полный набор всего ну вот со стороны того же гугла и не только его тысячи разработчиков по всему миру усилия их и гугла других компаний значит опять же а вот да в любом виде будь то android или там какой план и графина там так далее подвергались атакам эти атаки были известны разработчикам эти дырки закрывались вот это вот борьба считая меча ведется велась да и будет вестись кто из наших разработчиков программного обеспечения может сравниться вот вот с этим вот опытом но в моем понимании никто не может и почему бы опять же этим опытом не воспользоваться ну и соответственно что за такого битого калача насколько надо не битых взять чтобы получить тот же результат ну и вот они собственно в моем понимании по крайней мере плечи гигантов вот они небольшая аналогия давайте представим себе что космическая отрасль ссср в первой половине ну не в середине двадцатого века они бы сказали мы ничего брать не будем из того что было до нас все придумаем сами заново изобретем физику заново изобретем математику астрономию и так далее химию и другие науки это уже отдельная дискуссия но и опять же я говорю про и про мировой опыт не обязательно царский вот поэтому почему бы такие да не взять то что уже сделано и на этой основе до встав на вот эти вот плечи я говорю сейчас не только про аос аоск это тоже он тоже имел свою основу как вы знаете поэтому пользуемся и разбиваем ну теперь немножко совсем кратко об интересных высказываниях которые я слышал особенно вот чаще всего это было после после того как в реестр добавили родился значит google выпускает новые версии с задержкой ну вот хочется спросить и что мы как-то завязано на это у нас уже есть исходный код можем делать у хотим если google выпадет что выпустит что-то интересное воспользуемся но пускай потом почему бы и нет услышал один из крикунок услышал новость google и исключить приложение звонилки до позвонить и завод тоже очень забавно как бы да там кричал лицо к осмотру вот демонстрирую свое лицо когда это услышал вот совсем все грустно то есть удалили приложение ужасно давайте удалим из дистрибутивов linux иностранных браузер что-нибудь что-нибудь страшное произойдет при этом а ну да значит google закроет исходники это вот опять же смотри пункт один да ну и что у нас они уже есть чем бы имени пользоваться дальше страшный android опасный вообще ужас кошмар ни в коем случае нельзя пользоваться все плохо ну есть там конечно нюансы но опять же имея исходники они все удаляются без проблем основная основная проблема все-таки gms ну и остальные мелочи устраняются довольно просто так ну и что они там сделали это вообще классика жанра ну что сделали я кратко описал ну чтобы более детально это да нужно больше времени кому интересно пообщаемся лично про лицензии давайте кратко вот просто скажу резюме так сказать большая часть кода это все-таки код по лицензии apache ядро естественно gpl там вот это вот продать продать душу google немножко непонятно точки зрения исходных кодов его бы вдруг ну продлую американскую контору я тут просто уже сказал да да не буду останавливаться но конечно вот как представляют редут м да вот эти вот комментаторы а чем мы стали вот за это время все в общем-то кратенько описал единственный текст пропустил но я думаю что если кому интересно могу вот лично рассказать про компоненты которые мы там правили но это отдельно спасибо давайте вопросы максимально быстро максимально кратко потому что у нас уже принципе начинается обед и да так вот кратенько получилось что следующий докладчик будет упередать с обедом немножко подло да не согласись миша кратко насчет того что глупо не пользоваться осп тут не так давно горцевали толпы людей с оживленными глазами глупо не использовать доллар глупо не использовать свихт вот недавно на мосбирже так сказать он не только раз глаза стеклинили риторика одного порядка просто вам это все еще придут предстоит понять один говорил андрей в частности вот и насчет гугла это не просто так сказать не очень дружественная юридикция google это одна из стратегических контор которые непосредственно участвовали в заваривании войны в том же египте вот и поэтому когда думаете вы хотите поговорить о политике и поэтому когда вы думаете что вы слона съедите по кусочкам слон за это время на месте не стоит и ресурсы у гугла на сдвигание слона в том числе чтобы за ним тупо не успевали они сильно больше чем те которые у нас наверно вся страна может на это кинуть себе позволить на это направление вот потому что вот эта сама проблема я не по моему уже пару раз заикался наверное еще раз заикнусь это я обозвал ресурсной волной когда исходник когда исходники формально выкладываются но скорость их изменений затрудняет сам саму попытку их проанализировать хотя бы чтобы понять это вообще все куда идет и там у вас еще что-то было насчет лидера да вот лидеры прогресс это все зависит от того куда потому что и есть и хайвей тухилл так коллеги еще раз нам очень сильно не успеваем а поэтому давайте все вопросы все-таки в шоуаре перенесем один но очень быстро да постараюсь быстро вопрос такой а важный элемент суверенности репозиторий соответственно с который на нем строится это возможность нести изменения в любой компонент в том числе сборочное окружение вот линуксовый репозиторинка россия сам себя пересобирает полностью из исходников а когда только redos появился видел какой-то pdf про то как что-то там инструкция за бочка там предлагалось вообще убунту использовать то есть я правильно понимаю что вы просто берете убунту или что-то там берете бинарный компилятор силанка гугла прочие средства разработка гугла и ими собираете исходники от гугла а при этом соответственно не можете сами контролировать сборочное окружение но это pdf к двухлетней давности она у нас сейчас как сейчас уже используем redos я так понимаю когда вы говорили про родов это имелось ввиду рода всем все таки нет то есть выбор носить вы теперь компилятор гугла запускаете в родосе вместо бунты или же сами компиляете собираете это заканчивать да это все теперь обсудим в куларах спасибо большое стас